Дамы и господа, сюрприз на сцене Камеди! Встречайте, Михаил Галуся! Кабинет очень злого, очень богатого и очень-очень-очень влиятельного человека. Здравствуйте! Альберт Рудольфович, вы свободны? Кто ты? Вы не представляете, как долго я пытался попасть к вам. Ты кто? Я Олег. Кто ты, Олег? В общем, у вас есть дочь? Может быть. Я люблю ее. Не может быть! Я люблю ее, а она любит меня, и я хочу на ней жениться. Кто ты, Олег? Я Олег, Олег. Где ты работаешь? Мы встречаемся давно, у нас прекрасные отношения. Где ты работаешь? Я работаю в НИИ. Кафедра сравнительного анализа иностранного языка. Исландской группы. Где деньги берешь? Деньги не самое важное. Главное, что мы любим друг друга. А бабло где достаешь? В жизни есть вещи гораздо важнее денег. Да, да. Лаве где рубишь? Для меня главное богатство – это ваша дочь. Сейчас мое сердце заполнено любовью к ней. Желудок ты чем заполняешь свой? Мы живем с ней душа в душу. За душой? Что у тебя? Послушайте меня. Мотивы мои абсолютно бескорыстны. Я прошу руки вашей дочери. Что ты дашь ей взамен? Сильное плечо. Ей плечо. Она тебе руку. Вы что, трансформеры там, что ли? Да вы не переживайте, я дам ей все. Звезду с небом, моря и океаны, восходы и закаты. Кто ты? Я Олег Проскуряков, аспирант. Хочу жениться на вашей дочери. А ты знаешь, кто я? Все, что я знаю о вас, это вы, Рудольф Альбертович. Кто я? Вы тот, кто подарил миру самое красивое, самое потрясающее создание. Who am I? I am who... Кто я? Вы бизнесмен, директор крупного холдинга с составным капиталом полтора миллиарда долларов. Начинали свою деятельность в девяностых, с залоговых аукционов и быстро пошли вверх. Занимаете двадцать третью строчку Forbes, Россия. При этом ваш теневой бизнес, один из самых крупных на территории постсоветского пространства. Кто ты? Я по-прежнему Олег, я по-прежнему аспирант и по-прежнему хочу жениться на вашей дочери. Ты хочешь сказать, что любишь все ее 127 килограмм? Все. Ты хочешь сказать, что ты любишь все ее подбородки? Все семь. То есть, ты хочешь сказать, что любишь вот это? Да. Обожаю. Скажи, что ты ее любишь, глядя на фото. Я люблю вашу дочь. Я так и понял. А что, если я дам тебе сто тысяч долларов? Я все равно. Все равно выберу вашу дочь. А если я дам тебе 300 тысяч? Вам удалось разлучить нас. Но я все равно буду любить ее. Я дам тебе 500 тысяч, чтобы ты перестал любить ее. Я перестану ее любить. Ну, я буду думать о ней. Один миллион, чтобы никакой мысли. Подождите, подождите, о ком мы сейчас говорили? Молодец, Олег. Можешь идти. Подождите, а деньги? Сегодня к тебе приедут мои друзья, чеченские дагестанцы, которые крышуют Адыгею, прописаны в Карачаево-Черкесии. И что, эти ребята привезут мне деньги, да? Нет. Они объяснят тебе, кто ты, Олег. И тогда ты поймешь, кто я. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша Рева. Спасибо. Миша и Саша. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ничего себе! Для нас, для сотрудников ТНТ-4. Прожарка – это праздник. Поэтому мы подготовились, нарядились, приехали. И теперь узнаем, почему нарядились только мы. Как дела, как настроение? Слушай, да, все отлично, прикольно. Сегодня прожариваю Мишу Голустяна. Это вот этот вот. Помните его? Ушами огромными. Часто он уже щеки отрастил, и не видно, что уши-то огромные тоже у него. Пожарим Голустяну. Голустяну, берегись. Да, все окей, все кайф. Сейчас прожарка Голустяна будет. Будем кураживаться. Как настроение? Настроение любиться. Слушай, хорошо, жду, жду, что же скажут господа комики сегодня Михаилу Голустяну. Это легенда, которая стоит того, чтобы до днем, как следует, подтрунили. Ать! Или прямо, чтобы, ух, чтобы мы... Он же милый, ух, не хочется. Ну да, ну да. Он очень такой. Я бы не очень хочется так приподнять, покружить. Твоя самая классная шутка. Можешь прямо нам сейчас ее спалить? Во время съемок Мишиных клипов под танцовки включают другую музыку. Какую-то веселую, энергичную такую, чтобы у них настроение хорошее было. Они не ушли. Дамы и господа, рядом со мной легенда. Гарик Юрьевич Мартиросян. Давайте вместе поаплодируем. Здравствуйте. Но я хочу сразу предупредить, что регалии, вот мне в шоу «Игра» постоянно кидают со сцены вот это лассо «Легенда-легенда». От этого мне становится очень неуютно, и я не могу соответствовать этому слову. Давайте просто, ну, просто юморист. Просто у меня здесь должность подлиза, поэтому я должен отрабатывать свои деньги. Это царь «Легенда». Вернулся в прожарку, смотрю. В смысле, прям вернулся, следил, а я был? На Собчак же. Ты что? Блин, столько лет уже забываю. Мы встречали 20-й год с тобой, получается, вместе. Понимаешь, надо это че. Что ждешь от этой прожарки? Чтобы все были в таком настроении поржать, и никто не обиделся. Рядом со мной Рита Дакота и ее молодой человек Федор. Здравствуйте. Здравствуйте. Как думаете, вообще, Михаил, он нежный человек, он как бы, на него может, могут повлиять эти шуточки, которые как бы могут его ранить? Так это он же шутить будет, нет? Ну, и он тоже в конце. Ну, перед этим минут 40 его будут поносить. Да? Серьезно, его? Я думала, меня. Ну, как бы, поносить будут его, но брызги могут задеть и вас. Поэтому мы готовы. На самом деле, сегодня я в таком состоянии дзена, что, наверное, меня даже не обидит никакими шутками. Я буду говорить, все, да, пацаны, все, как вы захотите. Брызгами давайте. Брызгайте давайте. Атакуйте, пожалуйста. Я считаю, что вы 11 дней не пили, вы, скорее всего, и рот откройте, я. Фу, мерзкая, обожаю. Какая мерзость, класс. Скажи, за что будешь прожаривать Галустяна? За все, что хотелось, это нельзя в эфире озвучивать. А за что нам скажи? Ладно, нам тоже это нельзя. Так, приколы будут, короче. Это много за что? За фильмы. Ну, да. За то, что ушел на СТС. Нет? Все перемещаются. Нет, ни в коем случае. Если сейчас в таком возрасте еще не ушел, тогда я останусь не надолго. Мишу много за что можно прожарить. Все прожарщики, я думаю, сегодня просто достанут свои ножи. Потому что у Миши столько прекрасных кино, работ. И как продюсер, и как актер. Миша, мы очень любим, это очень здорово все. Продолжай, пожалуйста. За что бы ты прожарил тогда, если бы сидел с ребятами? Вот за Жорика, который ушел с Севка в ТВ и начал петь. Это что за бескределение? О, готовь сейчас со мной спеть эту песню? Давай. Давай. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это? Вся Иисусального золота, золота. Взял ремикс полчаса. Михаил Голустян. Твой, можно сказать, коллега. Вы, наверное, с ним в камеди прям не пересеклись. Вы не в одно время все-таки были, да? Ну, я застал его, когда он выступал пару раз. Он, поскольку у него миллион проектов сторонних, он приходил там буквально на две-три миниатюры, которые сделает только Миша. Поэтому и под него специально писались номера, и он приходил, сдавал их и уходил. Тяжело сейчас на коллегу, скажем так, немножко газовать? Ну, чуть-чуть, да. Есть безумное уважение к нему, конечно же, но ничего, ничего. Тяжело, потому что это кумир детства моего. Я прям очень... Я вырос на нем, мы собирались всей семьей, смотрели там КВ, нашу Рашу. Важно иметь какую-то негативную эмоцию или что-то, какой-то претензии у меня к нему нет, поэтому было тяжеловато. Но я думаю, сейчас в семейной атмосфере будет... Но он был точно очень крутым чуваком в времена КВНа. Это вообще тогда... Я помню, что он просто недосягаем был. Ну, вот настолько он был крут. Эй, эй, эй! Гадяк! Пишешь? Да. Смотри самую жесткую прожарку самого милого комика. Меня на ТНТ-4. На, заходи! Кто это делал? Я спрашиваю. Кто это делал? Что? Кто? Вы? Кто это делал? Кто моего оператора Рудика обидел, я вас спрашиваю? А? Это что такое? Что вы мальчите, все 6 тысяч, как будто аджики в рот набрали? Кто моего Рудика обидел, я спрашиваю? Вы что, попутали, что ли? Я вас все 6 тысяч запомнил, понятно? У меня память фотограферическая. Вы знаете, кто я, Ватя? Ватя, вы знаете, кто я? Я Жорик Вартанов, Севка ТВ. Это кто такой, а? Я Эрнст Пятигорска, понятно вам? Все телевидение подо мной, конкретно. Я в телевидении вообще как, как рука в трусах, короче. И шарю конкретно. Кто обидел Рудика моего? Кто это делал, а? Кто Рудика моего обидел, тот будет наказан по законам телевидения, понятно? Я того возьму вот так рот, вырежу костюм из этого рта, делаю, надену вот так, поеду в Москву к Елене Малищевой, на всю страну его рот сделаю, понятно? Кто обидел моего Рудика, я спрашиваю вас, а? Это не зрители, здесь их нет, вот они за тобой стоят, эти пятеро, вот они это. Кто, вот эти чепушили? Вот это обидели меня они. Вот эти вот, слушай? Да. Это кто это, что это? Это ты, а ну иди сюда, а ну, а ну иди сюда ты, иди нормально ты, ты кто? Я Дюша Метелкин. Кто? Метелкин. Ветелки? Метелкин. Я понял, что Метелкин. Рудик, тебя чуркой обидели, что ли? Да нет, нет, это, это не Телкин, Жорик, это группа запрещенная в Москве, United Sexy Boys. А-а-а, это вот, это вот вы, которых я первый раз вижу. Ты сюда иди, а ну ты, вот это что у тебя на глазах, это что за очки такие у тебя странные? Ты сварщик, что ли? Ты меня видишь вообще? Ты меня видишь, говорю. Слышишь, фуфламецин, жалюзи открути. А я что, прораб, что ли, на стройке с этим сварщиком разговаривать, да? Это что за аппарат такой, а? Ты смотри, вот это станок, отвечаю. Рудик, это Телка с тобой? Какая Телка, Жорик? Ты что, я смотрю, да? Мне нравятся такие, отвечаю. Стас, я тогда Света. Смотри, как на одной балле мы ха-ха ловим, да, с тобой? Ладно, я сейчас этими фуцами докачаю, короче, поедем в Абхазию, ладно? Поедем там дельфинов покормим, прям с плавок моих, хочешь? Исполним, потом шашлик-машлик делаю, сыр, зелень порежу, красиво все оформим, делаем, да? Да, я, Никита, могу помыть твой шампур. Серьезно? Поможешь мне, да? Как красавчик, молодец, шампур поможешь помыть мне? Красавчик, не то, что вот этот вот в очках галибой. Я смотрю, ты нормальный пацан по ходу, да? Я тоже люблю, когда у меня шампур и причандали мангальные, все вот это в порядке, все хорошо, чистите. А я, Никита, с удовольствием посмотрю на твои причиндалы. Серьезно, поможешь? Я тебе покажу все причиндали мангальные вот эти там, посмотришь, взвесишь, проверишь, нанизаешь, шампура, все делаешь ты, да? Ты молодец, нормальный парень, суши, да? А я, Никита, у меня никогда не было кавказца. Все, братан, у тебя есть собственный кавказец, это я, суши. Я твой кавказец. В Москву поедешь, всем там скажи, жорик твой личный кавказец, сто процентов. Здесь вообще на юге все через жору делается, знаешь? На Дагамыс дорогу видели, через жору сделано. На джуб гибели все через жору сделано. А Лада Веста тоже через жору сделано. Не, это через жопу сделано. Не, не. Жорик. Никита, поехали. Жорик, можно тебя на секунду? Что? Это Никита, он... Да ну... Ой, я, ой, я извините, пожалуйста, простите. Ой, ты не... Ой, я простите. Что ты несешь, жаль женщины, дети и старики? Извините, ради бога, я прощу, простите, пожалуйста. Я просто мне сказали, когда он... Ой. Что ты несешь, слышишь? Извините, ради бога, простите, пожалуйста. Ради бога, простите. Ты что ты наделал, ты, а? Опозорил меня перед телкой, опозорил меня тоже. Ты какой телкой? Вот этой. Это Стас, он парень. Я свой вен и хавал, я куда попал вообще? Это что за говномесину я попал, а? Это что такое? Вы что делаете? Вы что, юные Эльтон Джоновсы все, что ли? Пидрептилоиды все, посмотрели на них, а? Я не знаю, фу, слушай, Рудик, мне срочно химчистку надо, все. Хачем? Я такого нафантазировал хочу с этой тюлькой, тьфу, тьфу, тьфу. Вот это хорошее... Нет, тьфу, тьфу, нет, тьфу, тьфу, тьфу. Жорик, успокойся, что ты несешь? Послушай меня, армянский хоббит. Ты свою лаваш и жуйку прикрой, а то я тебе глаз на кольцо всевластия натяну. Рудик, это он тебе походу говорит. Это я тебе говорю, седая чебурашка. Ты что, хочешь, чтобы тебя за гаражами в коробке из-под апельсина шли, что ли? Я не понял. Рудик, походу не тебе, мне походу говорит. А я тебе говорю, пробник Армянина, реально. Ты что, ты посмотри на себя, ты где одеваешься? В ереванском детском мире, что ли? Я не понял. Рудик, звони мусором, а ну. Зачем? Забронирует, пусть мне камеру в мусорне. Скажи, Жорик сейчас на пожизненный приедет через пять минут. Слышишь, ты, Вася, вы, кто ты, что ты, что, где, когда, ты, с кем ты? Вы все черти, вы в аду сгорите. Все, хватит меня крестик орать, слышишь? Если один волос с его груди упадет, будете лежать там же, где этот волос. Понятно? Идите, извинитесь перед другим. Да я не буду перед ним извиняться. Что ты вообще на нас орешь? Вы, кавказцы, какие-то агрессивные в натуре. Я. Мы агрессивнее. Это вы агрессивнее. Вы посмотрите, это вы все придумали. Калашников вы придумали. Вот эту вот систему ракетную С-300 вы придумали. Искандер вы придумали. А мы что придумали? Рулетики из баклажанов. Гранатовый сок придумали мы. Люляшечку завернуть в лавашечку мы придумали. Хачапури лодочка. Хачапури лодочка, а не атомный подводный лодочка. Это мы все в Абхазию тёлку повезти, в Абхазию тёлку привезти. Туда-сюда кататься, ламбады, обнимашки. Мы все придумали. Мы, армяне, креативные продюсеры кайфа. За что мы качаем? Я не понимаю. Туда-сюда, слушай, русские, армяне, кавказцы. Мы все дружить должны, слушай. Мы должны бок о бок жить, кайфовать. Кайфовать, туда-сюда, веселиться. Нет, что я неправильно говорю. Братцы, что мы делим? Давайте кайфовать. Молодцы, молодцы. Отнуши наши красавчики к натуре. Я не знаю, если вы молодцы. Я вас обожаю. Красавцы, молодцы, ребята. Зелёный дорогу даю. Получили? Получили? А что мы получили? Нормальный парень вообще. Красавчик, хорошо, всё разложил. Красава. Погодите, погодите, у меня айфон пропал. У меня паркмоне пропал. У меня крестик пропал. А я Никита, у меня пропал кавказец. Эй, каратышка, крестик верни. Остановитель Лепусяна. Это бэксэйдж всего, мне кажется, наверное. Ну, хочешь, Галустяну, хочешь. Ну, скажи, как тебе прожарка? Прожарка великолепная. Выбор комиков не очень правильный. Авторы хорошие. Есть великолепные ребята. Мне нравится всё такое элитное, как будто камни-клабы 2005 года. Те люстры, как в фильме «Реальные упыри». Это попросил Галустян. Вы удолжили у директора Ставропольского ГИБДД. Так, у нас есть такой прикол. Какой прикол мы продолжаем носить чокеры в 2021 году. Нет, это модно. Правильно, это НТ-4 же где-то модно. Да, да, это... После 2017 у вас, да, я понял. Знаете, на каком канале прожарка? Это НТ-4. Это единственный канал, где выпускают USB. А вот скажи, вот столько говорят о том, что ты, значит, наполовин чеченец, наполовин русский. Есть такое, что после каких-то съёмок тебе пишут ченцы «Братан, красава, с кайфом всё сделал». Ну, пишут... Извини, сразу извиняюсь. Я просто изобразил любого человека. Это не все чеченцы такие. Пишут многие, многие. Восемь человек написало. Четыре таких, четыре таких. Четыре одной половины, четыре другой половины. Да нет, пишут разные. Я не смотрю, чеченцы это там или русские, или кто. Просто пишут ребята. Вот сейчас со мной сфоткались в первой жизни. Я удивился больше, чем они, когда меня увидели. Это прикольно, да. Скажи, вот я знаю, у тебя супруга тоже занимается комедией. Да. Ты помогаешь ей как-то? Ну, только в рамках работы я работаю на женском сэндапе. Нет такого, что она тебе говорит шутку? Ты говоришь, нет, это полностью, это говнище? Я говорю, только в рамках работы. Ну, это моя работа, кретин-продюсер. Ты ей говоришь, когда она уже в слезах убегает. Я говорю, только в рамках работы. Это... Да, да, да. Когда звоню извиняться туда, да, в рамках работы. Звонишь извиняться туда, это в Чечню? Нет, в Челябинск. Кого ты считаешь сильным прожарщиком из твоих коллег? Всех, кто был. Ну, давай, честно. Илья Соболев. Ну, такое, да? Ну, да, он бы меньше занимался другими делами. Так, Илюх, во-первых, здравствуй. Здравствуй. Я тебя весь день пытался поймать. Ты меня просто поносил, как мог. И просто говорил, иди, иди в сраку, иди в жопу. Твои уже отмазки, блин. Я говорил, иди. Вот видел у тебя сториз, где ты анонсировал возможность написать шутку на прожарку Михаила. Есть ли что-то вообще? Ну, прислали очень много шуток, очень много. Я все их читал. Ну, очень много. Все, кто не занимается юмором, к сожалению, мимо вообще попали. Все, кто занимался и занимается юмором, там ребят написали некоторые. То есть мы с ними что-нибудь обязательно попишем. Здорово! А мы с тобой знакомы? Нет. Нормально. Чего пришел? Посмотреть на Галустяна. Кто любимый прожарщик? Артем Филимонов. Да, вот он. А, Темыч! Привет. У него новое худи, кстати. За что бы прожарил Галустяна? Вот ты лично. Поставили ставку, сколько будет шуток про супер-жарыка. Вся Иисусального золота, золота. А на что спорили? Ее не за золотой. Кто проиграет, тот смотрит вечер все фильмы Галустяна. Ты что, супер! Было такое, что ты пишешь на Михаила и думаешь, да нет, ну это слишком жестко. Взрослый мужик, у него дети, я не смогу такое. Нет, такого нет. Я думаю, что Миша взрослый, он, прежде всего, комик. У него прекрасное чувство юмора, суперзразительный смех. Я думаю, что мы сегодня не один десяток раз его услышим. Учитывая формат прожарки, ничего стесняться не буду. Раскрою все карты, буду шутить максимально жестко, но не сам. Как так? Как так? Тайны мы не раскрываем. Это страшная тайна. Миша перед прожаркой позвонил мне, говорит, я знаю, что ты будешь спеть с гостем на моей прожарке. Говорит, ты мой друг, мы с тобой 20 лет вместе, пожалуйста, ни одной гнилой, ужасной шутки. Я говорю, Мишка, обещаю, я свое обещание сдержу. Шутки прозвучат, но не из моих уст. Готов показать, что последнее гуглил? Нет. Нет? Нет. Геморрой убираем. А ты? Сейчас. Ты же молодой. Ну что? Прикольно. Да? Я гуглю, кто автор Дракуы. Зачем тебе эта информация? Ну, сегодня будет. То есть это какой-то инсайт? Чуть-чуть. Кого нам ждать в следующих прожарках? В следующие прожарки, я надеюсь, что придет Дмитрий Нагеев, если он нас смотрит. Дим, выдели день нам. Один. Я надеюсь, что придет Киркоров, Филипп. Ну, пора уже. Есть уже о чем вам пошутить. Моргенштерн, надеюсь, придет. Джиган. А так вообще, чью прожарку-то могу выделить? Моя любимая Гаррика Мартиросяна прожарка. Белого прожарка, очень смешная. Важный и самый главный вопрос. Соцени цвет вообще, как тебе? Я обратил внимание, это такие жуки есть, типа, которые в земле такие, как-то хитин это называется, или как? Какашка ковыряется, ты брать? А, да-да-да, такие зеленые. Ну, тебе наверняка уже говорили об этом. Похожие очень. Тост для Галустяна. Так надеюсь, что он коньяк привез, потому что он выглядит как тип, с которым вот побухать охотно. Да? Так, давай поймем, за что пьем. Ну, за Мишу. За Мишу, за Мишу пьем. Уважаемый Михаил Галустян. Желаю, чтобы, как говорится, шугаринг всегда качественно делали. Я хочу выпить за то, чтобы ты не забывал свою родину, и что там тоже смешные люди. Да, я хочу еще обратиться к своей девушке, что я максимально далеко нахожусь от этого. Ну, все тогда. Спасибо большое. Миша. 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 Галустя. Профисочет за Сочи. Если бы не юмор, был бы обычным таксистом, ты сделал крюк в 25 лет, чтобы иметь 4,9 не в Убере, а кинопоиске. Унизят за низкий рост. Миша думает, что вагину называют пилоткой, потому что она всегда на уровне головы. И подгадят за гадью. Миша сначала работал на Первом канале, потом на ТНТ, потом ушел на СТС, теперь вернулся на ТНТ. Миша с тобой не так. Ты что, потерялась? Что такое? Прожарка Михаила Галустяна. Пришло время моего ответного слова. Вот, а нет, это не то, подожди. 18 октября в 11 вечера. Премьера на ТНТ-4. Перенесемся в театр оперы и балета на концерт настоящей симфонической музыки. Дамы и господа, на сцене Государственного Большого театра Королевский симфонический оркестр. Дирижирует лауреат премии «Золотая палочка России» Аарон Моисеевич Мамаладзе. Пesting «Золотая палочка» Аарон Моисеевич Маука drama. КОНЕЦ Маука NASПНИК» Аарон Моисеевич М. Аарон Моисеев medicinal бригадает и блюда. Солист государственного, московского, казанского, ярославского, большого театра, золотой бас России, Раст Майцеховская. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы кто? Администратор. А где сам Майцеховский? Застрял в пробке. АПЛОДИСМЕНТЫ И что теперь делать? Тянуть время. АПЛОДИСМЕНТЫ Долго мы так не протянем. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой рекорд три часа. АПЛОДИСМЕНТЫ Не вспомните сейчас же, я женатый человек. Вы думаете, мне это нравится? Думаю, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы меня покусываете. АПЛОДИСМЕНТЫ Ай, извините. Ничего, продолжайте. Ай. Адин-один. СМС от Майцеховского, я подъехал. Слава богу, начинаем. Раст Майцеховская. АПЛОДИСМЕНТЫ Опять вы. Как видите. Вы же сказали, что Раст подъехал. Я не дочитал СМС. Я подъехал к третьему транспортному полосу. Что теперь делать? Тянуть время. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, конечно. Ничего, что вы в машине, ничего страшного. Что он будет петь? Что вы будете петь? Что-то очень чёрное. Очень чёрное, идиот. Очень чёрное, собрались. Вы готовы? Очень чёрное, очень жгучее, Очень страстная, и прекрасная. Через 150 метров поверните налево. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидела вас. Я не в добрый час. Мы въезжаем в тоннель, может пропасть связь. Скучий чёрт. Скучие пол... Связь... Марина, что за... Это... Тран... Да что ж такое со связью? Sorry, connection is lost. The number is not available now. Please try again later. Не встречал бы вас, Не люблю видать, Я бы прожил жизнь, Умываючись. Ой, ребятки, у меня вторая линия. Министр культуры звонит. Now in Israel was in Egypt, Лейд, быстрее вы, пожалуйста, Матюковский, что-нибудь делаете, пожалуйста. Лейд, быстрее вы, пожалуйста, Как люблю я вас, как боюсь я вас. Взнать увидел вас, Пьянин, добрый час. Вы прибыли на место назначения. Маршрут окончен. Это успех, слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Эраст Майцеховский. Аарон Мамаладзе. Александр Рева. Михаил Мамаладзе. АМОН Мишка, привет! Мишка, привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Наступаюсь у тебя. Миш, пару слов жителям твоего родного города Сочи. Я поздравляю мой любимый город Сочи с Новым Годом. Поздравляю всю нашу большую страну, всю нашу Рашу с Новым Годом. Всех телезрителей канала ТНТ. С Новым Годом! Ура! А я поздравляю всех жителей Еревана с Новым Годом. Желаю нашей стране процветания. И России процветания, и Армении процветания. И всем процветания, чтобы, главное, все были нживы и здоровы. Всем цветания, цвета. Всем цветания. Миниатюра, которую мы покажем, случилась под Новый Год, в канун новогодних праздников. Под ваши аплодисменты и случаи в турфирме. Здрасте. Здрасте. Это турфирма, да? Это турфирма, да. Я в Турцию хочу. В Турцию хотите, да? Да, в нее. Хотите полететь в Турцию? Да. Один? Нет. Не один? Да. С кем хотите полететь в Турцию? С женой, к сожалению. Еще с кем? С детьми, к счастью. То есть вы хотите полететь в Турцию с женой и с детьми, допустим, на две недели в Турцию? Да, на две недели, к счастью, в Турции там море, там все включено, к счастью, но я с женой, к сожалению. Понятно, давайте запишем паспортные данные. Да, запишите паспортные данные. Пишу, давайте. Соколов Михаил Сергеевич. Это вы? Это я, да. Год рождения? 1979 года рождения. 79-го? Да. Дальше. Соколова Наталья Сергеевна. Соколова Наталья Сергеевна, это кто? Это жена. Год рождения жены? 1951 года рождения. То есть ваша жена 51-го года рождения? Да, к сожалению. А вы 79-го? Да, к счастью. Понятно. Давайте теперь паспортные данные ваших детей. Да, запишите. Записываю. Соколов Александр Михайлович. Так. 1991 года рождения. Понятно. Соколов Алексей Михайлович, 1992 года рождения. Соколов Александр Михайлович, 1993 года рождения. 1993-го, так. Соколов Олег Михайлович, 1994 года рождения. Понятно. Соколов Антон Михайлович, 1995 года рождения. Соколова Марина Михайловна, 1996 года рождения. Так. Соколова Кристина Михайловна, 1997 года рождения. Так. Соколова Алена Михайловна, 1999 года рождения. 1999 года рождения. А 98-м? Ну я в 98-м ногу сломал, к счастью. То есть, насколько я понимаю, у вас 8 детей с 1991-го по 1999-й годы рождения. Да, эти лихие 90-е, значит. Не говорите. Да. Давайте последний вопрос и оформим вам уже путёвку. Это все члены семьи? Нет. Кто ещё? Ещё кто-то. Ещё кто? Запишите. Записываю. Рыбанько Ольга Викторовна. Рыбанько Ольга Викторовна. 1983 года рождения. Это ваша дочь? Нет. А кто это? Я просто должен вписать. Ну это как бы... Ну кто? Ну няня это. Это няня. Няня. Няня детей. Нет, это не няня детей. Это как бы моя няня. Ну помните, я в 98-м ногу сломал. Ну вот она меня там выходила, выкормила, высушила. Ну в общем, поухаживала за мной она. Понятно. То есть няня, 9 детей, вы с женой. Какой вообще вам номер нужен? Ну вообще, семье нужен самый обычный номер. Значит, однокомнатный, 10-местный номер. На первом этаже там, где цокали, буфет. Чтобы было ближе к буфету, к метку. Да, да, самый простой номер. Одноместный, 10-местный номер. А няня? Няня люкс. Люкс берем. Няня хороший, люкс там, посмотрите, значит, чтобы балкон был, чтобы вид хороший на море был там с балкона, чтобы там перила такие прочные, чтобы были на балконе, чтобы там, ну значит, поручни такие, ну чтобы все держалось крепко. В джакузи, чтобы были крепкие. В джакузи, ручки, чтобы крепкие. Стиральная машина. Нет, стиралку не надо, я второй раз ногу ломать не хочу. Я вас понял. А у семейного номера какой должен быть вид? У семейного номера какой угодно вид, только не на люкс. Знаете, я сейчас смотрю по базе, у нас есть такой номер, но он ровно через стенку от люкса получается. Однокомнатный, 10-местный номер. Вот где будет проживать ваша няня Рыбанько. Да? Да. Слушайте, ну там, а стенка там, она толстая эта стенка? В каком смысле? Ну, у меня няня, она как бы футбол смотрит, она там болельщица, орёт там, по ночам футбол смотрит, покричать любит. Вот, я просто не хочу, чтобы жена с детьми проснулись и увидели, как я няне голос заберу, ну как мы футбол смотрим. Да, понятно. Это все люди, кто поедет? Нет. Кто-то ещё? Ещё кто-то. Кто? Запишите. Записываю. Сизова Ольга Николаевна. Сизова Ольга Николаевна. Какого года рождения? 1984 раз. Её, года рождения. Это кто? Это мать няни. Мать Алены Рыбанько? Да. Подождите, мать Алены Рыбанько младше её на год? Слушайте, ну родители не выбирают, мне ли вам рассказывать? То есть записывать это всё? Да, запишите. Это все, кто поедут? Да. Это все, кто поедут? С вас 57 тысяч долларов за две недели. Это много? Это много. Давайте как-то... Вычеркнем кого-нибудь? Ну да. Кого? Ну, жену вычеркните. Жену вычеркивает, да? Жену вычеркивает. Жену вычеркните. Я... Вы две няни и дети. Я две няни и дети, да. Логично. 46 тысяч долларов. Это... Ну, давайте ещё кого-нибудь вычеркнем. Давайте кого? Детей вычеркиваем. Детей давайте вычеркнем. Что мать без детей? Ну да, пусть вместе там будут дома. А я с нянями как-нибудь уж там, я не знаю. На две недели. На две недели. Ну давайте на два месяца. На два месяца. Вы няня и её мать на два месяца. Да, на два месяца. Потерпим уж как-нибудь. Потерпите. Это 108 тысяч долларов. Ничего страшного, я на детях не экономлю, а на нянях тем более не буду. Давайте пойдем, я вам выпишу. Хорошо, хорошо, как старый, все, да, давайте, давайте. Миша! 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 Голосе! Про песочет за Сочи. А если бы не юмор, был бы обычным таксистом. Ты сделал крюк в 25 лет, чтобы иметь 4,9 не в Убере, а в Кинопоиске. Унизят за низкий рост. Миша думает, что вагину называют пилоткой, потому что она всегда на уровне головы. И подгадят за гадю. Миша сначала работал на Первом канале, потом на ТНТ, потом ушел на СТС, теперь вернулся на ТНТ. Миша, что с тобой не так? Ты что, потерялась? Что такое? Прожарка Михаила Галустяна. Пришло время моего ответного слова. Вот, а нет, это не то, подожди. 18 октября в 11 вечера. Премьера на ТНТ-4.